Я влюбилась, ой, мама, ты бы не злилась. Ключи взял? Да. Пропала, пропала. Пойдем, муравьиная жопка. 34 минут осталось, я взяла, и все. В общем, мы бездельник сейчас поедем на набережную Сочи. Не на своей машине, потому что там хер припаркуешься. На чужой? Да, уже на чужой вызвали таксишку. Сейчас только забежим, шапку тебе отдам, и все. Давай еще раз пройдись. Муравьиная жопка. Ой, не могу, смешно. Каждый раз смешно. Выходим. Какая ты некрасивая, а? Не могу. Честно. На. Как тебе погодка? Погодка вообще огонь. 11 градусов, нет дождя. Я, конечно, хотел бы 15-16 и солнышко, но, увы. Вот моя тачка. Я как раз на нее посмотрю. Что-то она какая-то чистая. Да. Слишком. Была... В тачке это не свойство. Была грязнее. Не, ну... Ну да, грязно, ладно. Грязно. Только тебе единственное, придется перелезть. А где она? Прошу. Ну, у нее все розовые. А, это мы на такой машине, что ли, поедем? Что, серьезно? Сейчас, ну-ка, я проверю. Подожди, а можешь сказать, пожалуйста, где розовая шапка? Розовая не знаю. Да? Мы на Hyundai H1 поедем. Ну, а микроавтобусы. Я просто вызвал комфорт. Хм. Необычненько. Я знаю только серую. А розовая? Розовая, понятия мне нет. А это что это? Что, вкусняшки с собой берешь? Да. У Катюши еще настроение, ну, такое, средненькое, потому что у нее ниточка болит в голове. Немного. Струнка. Дай мне тоже. Я что, не поняла, почему к нам в автобус привыкли. Удобно? А, нет. Я хочу столовку снять, которую ты мне показываешь. Мам, пожалуйста, это для сотрудника. И чего? Для туристов. Ну, чтобы туда не шастали, туристов. Ага, иначе они прознают и все. Да. Мы возле гостиницы «Жемчужина». Ну, не надо, это что в лед. Катюша мне хочет показать. А мы это, знаешь, что сделаем? Замажем все оперативной съемкой, чтобы никто не видел. Так ты уже сказал, что мы возле «Жемчужина». Ну, они же не знают, куда и чем. Запикай. Говорю тихо, потому что здесь такая атмосфера. Все только жуют. Борщ, тефтели, макарохи, компот, два кусочка хлеба. У Катюши цезарь, это, как он называется, не цезарь, а? Греческий. Греческий. Компоты и куриный суп. 590 рублей за все отдали. Ну, вот так вот ем вкусно. Опять в мире животных, как Андрей ест. У меня знаешь, какой он у нас огромный, когда ты так близко снимаешь? Вот такой. Ну, так классно. За 590 рублей два человека полноценно поели. И первое, и второе. И компот, и хлебушек, салат. Вот Катя взяла. И вкусно. Я на самом деле человек, который любит простую еду и готов питаться в столовках хоть каждый день. Мне не нужны там супер какие-то блюда изощренные. Мне все очень нравится в столовке, но вот суп мой любимый с куриным, с лапшой, я ненавижу, когда шкурки. Вы знаете, в шурму бывает, добавляют не просто мясо куриное, а еще и шкурки, именно кожица с пупырками такая. И в этом супе такая же кожица. Я прям... А я ее тоже не люблю. Я вообще знаю, что еще в детстве меня очень часто ругали, что я вылавливал в мясе прожилки, вот эти все хрящи, жир. И мне мама не била по рукам, но она тоже говорила, что ты ковыряешься и ешься подряд. Ну да, типа в еде ковыряться греха, а я все время достану мясо из щей или там, не знаю, из борща и начинаю его со всех сторон кусать. Все это выглядит естественно эстетично. Но я думаю, когда у меня малыш появится, он будет делать точно так же, и меня тоже это будет раздражать, скорее всего. Потому что я когда взрослый уже стал, мне пофигу, берешь кусок мяса и прожевываешь его. Мне кажется, освещение так себе не было. Ну освещение, конечно, не очень. Ну что поделать, у нас, видишь, сюжет отсидет. Сейчас мы пойдем, в общем, на пляж. Холодно уже. Ну да, ушко. Пришли на набережную. Сейчас немножко вам морька покажу. Конечно, погода немножко пасмурная. Хотелось бы солнышко, но ничего. Это все равно приятно посмотреть. После дождливой и снежной Москвы. Класс. Просто класс. Ты этот весь миллер, пока не съешь, не успокоишься. Не Таиланд, конечно, но тоже хорошо. Вот мы с тобой, да? Шило в жопе. Буквально позавчера были в Москве, ругались по поводу снега, а сегодня уже на море-ка приехали. Молодой человек, вы будете что-то заказывать? Или нет? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и сейчас дальше пойдем уже в ТЦ Нам еще где-то 10 минут топать до Уморимола И автовладельцам я хочу сказать, что там очень прикольная На подземной парковке есть студия детейлинг И они очень классно моют тачки Я туда ездил, заплатил, ну немало, по-моему, 3500 рублей И мне очень понравилось, как они все сделали Они прям каждую детальку кисточкой моют Очень классно Я никогда не видел, чтобы так машины мыли Ну, вероятно, в Москве делают то же самое в детейлинг-центрах Но стоит это, наверное, все-таки дороже Хотя я всю жизнь мою просто машину на обычных мойках И рядом там еще с Муримолом есть Блошиный рынок Никогда я не заходил туда Но надо как-нибудь потратить время и посмотреть Социальные ряды вы видите рядом с Муримолом Вот там Блошиный рынок Но сейчас уже пусто Надо сходить Ну и давайте покажу вам небольшой водопад Не Ниагарский, конечно Но все равно На камне вон Добро написано Ну, мы почти подошли Я не знаю когда, но в Краснодарском крае тоже отменили куар-кады Поэтому можно спокойно заходить на ремонт Или QR-коды я сносила А я и сказал про QR-коды Ради интереса посмотрел S22 Ultra Вот такой телефон Я не знаю, сколько он стоит Здесь нет ценника И решил... Сколько он стоил в Москве смотреть? Да я даже не знаю, не помню Помню с чем-то Сто с чем-то, да Сейчас все телефоны стоят с чем-то стоят Включил видеозапись И просто сравнили Катину 12 Pro И вот этот телефон И мне все равно показалось, что картинка даже С 12-м все равно лучше Несмотря на то, что здесь... Здесь вообще классно приближаются Прям очень... Айфон так не может Но именно для обычной съемки Мне больше айфон нравится, как снимает Просто вот так вот два прям включили Одновременно на 1x 4к 60 кадров И все равно в айфоне более такая сочная Прикольная картинка Я все равно какие-то подергивания вижу На картинке вот Когда на самсунг снимаешь Ты когда переворачиваешь вот эту камеру Делаешь селфи-режим И обратно С руки-то подергивания есть Если где-то перекос Ну вот свет идет Потом темно Все равно вот что-то дергается Вот меня это сильно смущает И в андроидах всегда такое Но я ими никогда не пользовался Я просто люблю эпловую продукцию Хотел еще сейчас ради интереса 13-й Pro посмотреть Но он там разряжен Хлам поэтому не получилось Просто сравнить 12-ку и 13-ку Видосы-то я видел на ютубе Но вживую Что-то никогда не получалось посмотреть А вообще телефоны я стал смотреть Потому что В идеале Когда-нибудь в будущем Хочется влоги снимать только на него Потому что это удобно У тебя все время в кармане Можно и фоточку запилить И видосик быстро записать Но у айфона есть одно большое Просто жирное пятно Как только становится темно Все, он снимает погано Очень плохо Ничего не видно А мы плойку посмотрим В онлайн-трейде тут делали онлайн-заказ И на складе ее не оказалось Первый раз получил такое письмо Что мы отменили вам заказ Это как у нас Очень классная штука Всем рекомендую Стоит 28 тысяч Но есть-то меньше вариантов Не хуже мне кажется Нет, он не хуже Тут просто режимы больше Вот такой у мамы Да, вот такой у нас Блин, есть совсем какие-то Вот это Вот это Смотрите Это примерно то же самое Только здесь Теперь управление Видите, такое Модняло-кучерявое стало А так Смысл такой же Если хочется за гриль Вот прям его выбирайте Чем отличается выделить? Тут еще больше, да? А у тебя такой или такой? Нет, у меня вот такой Чем отличается, я не знаю Тут У меня не такие же штучки А яркие Здрасте Не-не-не У меня такой есть У меня такой есть уже Мы тут еще хотим Ну, подарочек выбрать Для Ленки Кто она тебе? Двоюродная сестра Вот, двоюродная сестра Мне так нравится у Фишер Прайс Вот эта тема Смотрите Прикиньте, если целая стена Из таких игрушек Они как-то связываются Друг с другом И начинают вот орать Это очень прикольно Зашли с Катюшей в шоколадницу Перегусить У нее есть просто Какой-то отдельный пункт И любовь к Цезару Который здесь подает Его, кстати, несут тебе уже Смотри-ка Приятного аппетита А я взял себе кофейку И, блин, с лососем И, смотрите Я сейчас сижу Отвечаю на комментарии В Ютубе Да, действительно Я стал редко это делать Да не потому, что Мне неохота Очень часто происходит Что я закидываю влог И дальше мы, кстати И постоянно куда-то гоняем И у меня просто не хватает времени А вечером уже Час ночи И мотивация отвечает Стараюсь На какие-то интересные Почаще отвечать И лайки ставить Бежали после ужина в окей Катя все высматривает тушенкой Если тут брянская Но ее здесь нет Обратите внимание Что я сейчас купил еще себе Крот Давай, чихай в нее Давай, чихай Ну подожди Ну ты сбил настрой Да ты ровно чихаешь Вот так А что, куда мы идем вообще? Чем все пришлось? Ты хотела это Я тебе только чипсы хотел купить Давай выйдем отсюда Не нужна тебе эта штука А чипсы ты не будешь? Да Сейчас, видите, сериальчик включим Да, хочешь А мы быстро кассе Если что купим Люда, это кресло Пойдем, пойдем Ты чем не снимаешь? Удивительно Что ты мил Ты не снимаешь? Нет, просто камеру движу Да, конечно На телефон без маски нужно еду В общем, он был Маской нужно еду Теперь отдыхайте Субтитры сделал DimaTorzok